После очередных капризов природы улица Резинстроя начинает напоминать пейзаж Венеции, правда, в более драматичном исполнении. Отчего сходство с итальянским городом не вдохновляет тверичан, выяснил наш корреспондент. 30 октября ранним утром Тверь накрыл мощный снегопад. Однако следующим на очередь капризом природы стал приливной дождь, в которой превратился к обеду тот же снег. Как следствие, некоторые городские улицы стали похожи на венецианские каналы. Так, по словам горожан, после каждого ливня разливается улица Резинстроя. Огромная лужа никогда не убирается. Здесь вот в центре не убирается эта лужа. И вот дальше подъезд с той стороны к нашему дому тоже здесь. Ни по тротуару людям не пройти, ни обойти. Приходится на другую сторону дороги переходить. Ни машинам не проехать, ни к домам не пройти. Как пояснили представители администрации города в одном из местных пабликов, цитата, «Сотрудники МУП ЖЭК провели работы по откачке воды. Наша съемочная группа побывала на улице Резинстроя в конце рабочей недели. На этот момент лужи действительно не было. Зато в Заволжском районе Твери на Банном переулке лужи не иссякают. Порой даже в летние жаркие дни сетуют местные жители. Чего уж говорить о дождливой осени. Больше суток Твери дождей не было. И часть больших луж немного подсохла. Вот это тоже демоверсия того огромного озера, которое здесь обычно разливается после очередного ливня. Кроме того, эта лужа таит в себе и сюрпризы в виде огромных ям. Поэтому автомобилисты рискуют здесь остаться без колес. Борьба с этой лужей длится не первый год. Но, по словам жителей близлежащих домов, ВОЗ, а точнее вода, и ныне там. А между тем здесь поблизости детский сад и школа. Поэтому приходится обходить водоем окольными путями. Я обычно хожу там, вожу ребенка в соседний садик. Мы обычно предпочитаем другие пути. Когда идешь с ребенком, нужно будет следить, чтобы ребенок в этой луже не искупался. Еще один объект, кажется, с бесконечным водным потенциалом, расположен у дома номер 9 по улице Виноградова. Здесь озеро обосновалось, рассказывают автомобилисты, на постоянной основе. И самое досадное в этой ситуации, что объездных пути нет. Водители пытаются объехать по обочине. Но и там их по толще воды ожидает западня. Такие перевоплощения дороги из сухопутной в водную и обратно, а также отсутствие ливневой канализации, из-за чего и происходит скопление воды, чревато разрушением асфальта, говорят специалисты. Вода, которая остается, если ливневка не работает, она попадает в эти поры. С нашей зимой поры, вода в город замерзает, начинает разрушаться бордюрный камень. Он тянет за собой верхнюю часть асфальта, бетона. От подтоплений страдают улицы во всех районах города. Как правило, происходит это весной, летом и осенью, после обильных осадков. Можно позвонить в администрацию города, приедет машина, откачает воду. Но она решает проблему только временно. Спасет асфальт, да и обувь прохожих в такой ситуации только давно изобретенное техническое сооружение. Ливневка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова